АЛГЕБРЫ Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Сегодня мы с вами продолжаем повторять школьный курс алгебры. Тема урока – чтение графиков функций. И, конечно же, наша цель – посмотреть, как эта тема находит свое отражение в контрольно-измерительных материалах основного государственного экзамена. Эти задания мы можем встретить в номере 11. Вспомним, какие функции мы с вами уже изучили. Это линейная функция. Функция вида y равняется kx плюс b, где x – независимая переменная, k и b – некоторые числа. Область определения этой функции – множество всех действительных чисел. Графиком является прямая, где k называется угловой коэффициент прямой. Если k больше нуля, функция возрастает, наша прямая стремится вверх. Если k меньше нуля, функция убывает, наша прямая стремится вниз. Если k равно нулю, наша функция постоянно. График представляет собой прямую параллельную оси Ох. Точка с координатами 0, b – это точка пересечения графика и оси Оу. Следующая функция – прямая пропорциональность. Имеет вид y равняется kx. Это частный случай линейной функции, когда b равно нулю. Область определения по-прежнему множество всех действительных чисел. График также прямая, но обязательно проходящая через начало координат. Опять-таки, если k больше нуля, функция возрастает. Если k меньше нуля, функция убывает. Если k равно нулю, график y равняется kx будет совпадать с самой осью Ох. Следующая функция – обратная пропорциональность. Имеет вид y равняется k, деленное на x, где x – независимая переменная, k – отличное от нуля число. Область определения данной функции – множество всех действительных чисел, отличных от нуля. Графиком является гипербола. Гипербола состоит из двух ветвей, симметричных относительно начала координат и непересекающих оси координат. Если k больше нуля, то ветви располагаются в первой и третьей четвертях. Если k меньше нуля, то ветви располагаются во второй и четвертой четвертях. Следующая функция – квадратичная. Имеет вид y равняется ax в квадрате плюс bx плюс c, где x – независимая переменная, а b и c – некоторые числа, причем а не равно нулю. Область определения множества всех действительных чисел. График – парабола. Если a больше нуля, ветви параболы направлены вверх. Если a меньше нуля, ветви параболы направлены вниз. Координаты вершины параболы можно найти по формулам. x равняется минус b, деленное на 2a. y равняется минус d, деленное на 4a. Ось симметрии проходит через вершину параболы параллельно оси координат. Как мы видим. Если коэффициенты a и b одного знака, то ось симметрии лежит слева от оси координат. А если разного знака, то справа от оси координат. Точка с координатами 0c – это точка пересечения параболы и оси оу. Следующая функция, которую мы с вами вспомним. Это функция y равняется x квадрате. Является частным случаем квадратичной функции. Ветви параболы направлены вверх. Вершина лежит в начале координат. Ось симметрии совпадает с осью ординат. Следующая функция y равняется x третьей степени. Область определения множества всех действительных чисел. График, кубическая парабола, проходит через начало координат и лежит в первой и третьей четвертях. Следующая функция y равняется корень из x. Область определения все неотрицательные числа. График выходит из начала координат и лежит в первой четверти. Напоминает нам ведь в параболы, расположенной горизонтально. Приступим к решению заданий. Задание номер один. На одном из рисунков изображена гипербола. Укажите номер этого рисунка. Задание несложное. Только что повторили. Гипербола изображена на рисунке 2. Итак, ответ 2. Следующее задание. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Нам даны 3 графика и 4 формулы. Ответ укажите в виде последовательности цифр без пробелов и запятых в указанном порядке. Разберем, что мы видим на рисунках. Рисунок под буквой А изображена парабола. У параболы формула вида у равняется х квадрате. Это номер 1. На рисунке В изображена гипербола. Формула вида у равняется к деленное на х. К у нас в данном случае 2. Это номер 4. На рисунке под буквой В изображена прямая проходящая через начало координат. Формула имеет вид у равняется к х. В нашем случае это номер 2. Итак, ответ 142. Следующее задание. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Даны 3 графика и формулы. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке с соответствующим буквам. Рассмотрим наши рисунки. Под буквой А расположена гипербола. Это формула номер 1. Под буквой В прямая проходящая через начало координат. Только что повторяли. Это формула под номером 3. На рисунке В изображена парабола, ветви которой направлены вниз. Значит, в формуле коэффициент А меньше нуля. И нам подходит формула под номером 4. Почему не подходит формула под номером 2? Коэффициент А там больше нуля. Итак, ответ 134. Следующее задание. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Даны графики, даны формулы. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке с соответствующим буквам. Все изображенные здесь графики прямые. На рисунке А прямая параллельно оси абсцисс. Вид формулы у равняется b. В нашем случае у равняется 2. Это номер 4. На рисунке В прямая проходящая через начало координат. Вид формулы у равняется kx. Функция возрастающая k больше нуля. Это номер 1. На рисунке В график линейной функции вида у равняется kx плюс b, где k больше нуля. Функция возрастающая. И b равно 2. Нам подходит формула номер 3. Итак, ответ 4, 1, 3 или 413. Следующее задание. Установите соответствие между функциями и их графиками. Даны функции и даны графики. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке с соответствующим буквам. Уравнение под буквой А задает убывающую функцию, пересекающую ось ординат в точке 4. Это номер 4. Уравнение под буквой В задает возрастающую функцию, пересекающую ось ординат в точке минус 4. Это номер 3. Уравнение под буквой В задает возрастающую функцию, пересекающую ось ординат в точке 4. Это номер 2. Итак, ответ 432. Следующее задание. График какой из приведенных ниже функций изображен на рисунке? Даны варианты функции дан рисунок. На рисунке изображена гипербола, вида у равняется k деленное на x. Поскольку у нас ветви гиперболы находятся в первой и третьей четвертях, k больше нуля. Значит, нам не подходит номер 1 и 2, а может подойти номер 3 или 4. Возьмем на графике точку с удобными для нас координатами. Что значит с удобными для нас координатами? Чтобы точка попала ровно в узелки и клеточек. Ну вот, например, смотрите, 5,1 или 1,5. Я взяла точку 5,1. Проверим, какой функции удовлетворяет пара чисел x равно 5, y равняется 1. Это номер 3. Значит, ответ 3. Следующее задание. На одном из рисунков изображен график функции y равняется x в квадрате минус 2x плюс 3. Укажите номер этого рисунка. Нам дана квадратичная функция. Коэффициент а равен одному больше нуля. Значит, ветви параболы направлены вверх. Нам подойдет или первый, или второй рисунок. Коэффициенты а равно одному, b равно минус 2 разных знаков. Значит, ось симметрии лежит правее оси ординат. Это рисунок 1. Ответ 1. Следующее задание. На рисунке изображены графики функции вида y равняется x в квадрате плюс c. Установите соответствие между графиками и знаками коэффициентов а и c. Даны графики, даны варианты ответов, знаки коэффициентов. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим буквам. Посмотрим на рисунок под буквой а. В ветви параболы направлены вниз, значит, а меньше нуля. Точка пересечения параболы и оси ординат ниже, чем ось х, значит, c меньше нуля. Это ответ 4. Под буквой b. a больше нуля, c меньше нуля. Это ответ 1. Под буквой b. a меньше нуля, c больше нуля. Это ответ 2. И под буквой g. a больше нуля, ветви вверх направлены, c больше нуля. Это ответ 3. Итак, ответ 4, 1, 2, 3. Следующее задание. Найдите значение а по графику функции y равняется a x в квадрате плюс b x плюс c, изображенном на рисунке. И даны варианты ответов. Минус 1, 1, 2 и 3. Рассмотрим решение. Парабола пересекает ось ординат в точке с ординатой 3. Поэтому значение буквы c равно 3. Значит, функция приобретает следующий вид. y равняется a x в квадрате плюс b x плюс 3. Возьмем две точки с удобными для нас координатами. Например, я взяла точки минус 1, 2 и 1, 6. Подставим по очереди значения x и y в нашу формулу. Получим систему двух уравнений относительно двух неизвестных а и b. Система несложная, решается легко. Получаем, что а равняется 1, b равняется 2. Вспомним, какой у нас был вопрос. Найдите значение а, коэффициента а. Коэффициент а равен 1. Значит, ответ 2. Если бы в условии просили найти не значение коэффициента а, а значение коэффициента b, то решение выглядело бы точно так же. Но ответ тогда был бы 3. Рассмотрим следующее задание. На рисунке изображены графики функции вида y равняется a x в квадрате плюс b x плюс c. Для каждого графика установите соответствующее ему значение коэффициента а и дискриминанта d. Даны нам графики, даны нам значения коэффициентов. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке с соответствующим буквам. Итак, начнем рассуждать. В ветве параболы направлены вверх, если коэффициент а больше нуля, и вниз, если коэффициент а меньше нуля. При дискриминанте большем нулю уравнение a x в квадрате плюс b x плюс c равняется нулю имеет два корня. То есть график функции будет иметь две точки пересечения с осью абсцисс. Если дискриминант меньше нуля, то корней у соответствующего уравнения нет, а, соответственно, график не пересекает ось абсцисс. Каким образом получаем следующие ответы? Для рисунка a нам подходит первый ответ, a больше нуля, d больше нуля. Для рисунка b нам подходит второй ответ, a больше нуля, d меньше нуля, нет, точек пересечения с осью абсцисс. Для рисунка b нам подходит четвертый ответ, А меньше нуля и D меньше нуля, ветви вниз и пересечения с осью абсцисс нет. И для рисунка G нам подходит третий рисунок. Так, ответ 1, 2, 4, 3. На этом, ребята, наш урок подошел к концу. Сегодня мы с вами повторяли тему чтения графиков функций. Тема для нас важна, потому что она отражена в КИМ ОГЭ. Надеюсь, урок был для вас полезен. А вашим домашним заданием будет следующее. По учебнику Макарычева повторить теорию со страницы 264-265, а также пункт 5-7. Решить номер 1031. Ну и, конечно же, не забывайте тренироваться и решать задание ОГЭ номер 11. Спасибо за внимание. Удачи в подготовке к экзаменам. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники. Сегодня мы продолжаем готовиться с вами к основному государственному экзамену по русскому языку. И прошу обратить внимание на слайд и попытаться ответить на вопрос. С помощью каких средств выразительности автор придает речи яркость, усиливает ее эмоциональное воздействие и привлекает внимание слушателя или читателя? И, конечно же, вы ответите, что он это делает с помощью эпитетов, метафор, сравнений, олицетворений и других тропов. Как вы думаете, какую тему урока мы сегодня будем изучать и какое задание основного государственного экзамена по русскому языку мы повторим? И я думаю, что вы с легкостью ответите, что сегодня мы с вами рассмотрим седьмое задание основного государственного экзамена по русскому языку и поговорим об средствах выразительности. Для этого нам необходимо сегодня вспомнить, что такое тропы и научиться их находить в тексте и выявлять, какое это определение. Итак, вспоминаем, что такое троп. Это оборот речи, состоящий в употреблении слова или выражения в переносном значении. И давайте с вами посмотрим, какие тропы могут встретиться в седьмом задании. Это метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, сравнение и летота, а также лексическое средство, фразеологизм. Вспоминаем, что такое эпитет. Эпитет – это образное определение предмета или действия. Обратите внимание на примеры. Грустная береза, задумчивый шелест, яркая речь, таинственный свет, мрачное небо. Запомните, что чаще всего эпитеты – это слова в переносном значении, выраженные именами прилагательными. А вот метафора – это перенос названия с одного предмета на другой на основании сходства. Обратите внимание на предложение. Предложение. В саду горит костер рябины красной. И мы видим, что в этом предложении горит костер – метафора, потому что рябина сравнивается с пламенем костра. Следующий пример. Ветром успокоение потянуло на меня от этих названий. Метафора – ветер успокоения. За Кремлем горит заря туманная. Горит заря – метафора. Сравнение – это уподобление одного предмета другому. И сравнения могут выражаться оборотами со сравнительными союзами. Я сам, как зверь, был чужд людей и полз, и прятался, как змей. Также сравнение может быть выражено существительным в творительном падеже. В голове его молнией сверкнула мысль. Мысль была подобна молнии. И с помощью слов «похож», «подобен» напоминает. Кленовый лист напоминает нам янтарь. То есть лист клёна был похож по цвету на янтарь. Олицетворение – это наделение неодушевлённых предметов признаками и свойствами человека. За окнами давка, толпица, листва. Здесь даже камни плачут, цветы мне говорят прощай. Мы видим, что предметы становятся живыми. Камни плачут, а цветы умеют разговаривать. Гипербола – это образное выражение, состоящее в непомерном преувеличении размера, силы, значения изображаемого явления. Редкая птица долетит до середины Днепра. Но мы же понимаем, что каждая птица может и до середины Днепра долететь, и перелететь через него. Потому что я с севера, что ли, что луна там огромней в сто раз. Также перед нами гипербола. А вот литота – это образное выражение, состоящее в преуменьшении величины, силы, значения изображаемого явления. И познакомимся с примером из произведения Грибоедова. Ваш шпиц – прелестный шпиц, не более наперска. И мы видим, что в данном примере преуменьшение, что шпиц был меньше наперска. Поэтому перед нами литота. И шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет под узцы мужичок. В больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Человечек был таким маленьким, что Некрасов назвал его с ноготок. А фразеологизм, как вы помните, это устойчивое словосочетание, смысл которого не определяется значением отдельно взятых слов. Например, обломов был не в своей тарелке, фразеологизм не в своей тарелке. И это был человек старого закала, не разделявший новейших воззрений. Фразеологизм старого закала. Ребята, я надеюсь, что все определения, тропы мы с вами повторили, которые могут встретиться в седьмом задании. А теперь перейдем к практике. И я вам предлагаю такое задание. Вы видите предложение из известных стихотворений писателей, подчеркнутые словам. И давайте словосочетание, давайте мы определим, какие тропы используют авторы данных предложений. И листочки бегут по дорожке, словно желтые мышки от кошки. Мы видим, что в данном предложении листочки сравниваются с желтыми кошками. И вы с уверенностью скажете, что перед нами сравнение. Вокруг белеющих прудов кусты в пушистых полушубках. Обращаю ваше внимание, что кусты в полушубках. Переносит свойств с одного предмета на другой. И вы ответите, что перед нами метафора. Веселая частушка. Сидит в ванне у ворот, широко разинув рот. И никто не разберет, где ворота, а где рот. Вы увидели, что рот был подобен воротам. И получается здесь преувеличение. Это гипербола. Осторожно, ветер из калитки вышел. Постучал в окошко, пробежал по крыше. Ветер вышел, постучал и пробежал. Вы понимаете, что неодушевленный предмет становится одушевленным. И перед нами олицетворение. Следующий пример. Тот имеет отличного повара. Но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков, никак не может пропустить. Маленький рот не может пропустить двух кусочков. Перед нами литота. Потому что при уменьшении. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. На печальные поляны льет печально свет она. Волнистые туманы и печальные поля – имена прилагательны в переносном значении. Перед нами эпитеты. И давайте с вами посмотрим формулировку задания номер 7. Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является фразеологизм. И предложено 5 предложений. Читаем с вами и находим устойчивое словосочетание. Слезы подступили к горлу, стали душить, но он сдержался, не заплакал. Размазывая грязными ладонями слезы, утер лицо, сложил щенят обратно и решительно направился в деревню. Сельпо открыли, и тетя Маша деловито направилась к дверям. Окрыленный мчался Вадимка к дому охотника. «Здравствуйте, тетя Маша!» – заливаясь краской, обратился к дородной женщине. И что мы с вами видим, что в предложении под номером 1 и 5 есть фразеологизм. Давайте посмотрим, какие же подступили к горлу и заливаясь краской. Следующее задание. Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности является метафора. Знакомимся с предложениями. Все бегут, стреляют из деревянных пистолетов, рогаток, кричат «Ура!» и дерутся. Лежу, притаившись, и хихикаю под одеялом, но никто меня не ищет. Ныряю с головой под одеяло. И у нас начинается развеселая возня, беготня по комнате и швыряние подушек до тех пор, пока мама решительно не прекращает этот шум, который может потревожить соседей. И последнее предложение. Солнечные лучи, легко пронзая белые занавески, веером разлетаются по комнате. Мы ищем с вами метафоры. А они есть в предложениях под номером 3 и 5. Давайте посмотрим. Ныряю с головой и пронзая белые занавеси. Веером разлетаются по комнате. Укажите вариант ответов, в котором средством выразительности является эпитет. И это задание я предлагаю вам сделать самостоятельно. И напоминаю, что эпитет – это слова в переносном значении, чаще всего бывают именами прилагательными. Давайте посмотрим на правильный ответ. 1 и 4. На солнце стали наползать вечерние тягучие тучи. Тягучие тучи – имя прилагательное в переносном значении. И уже не жаркий, пятичасовой, такой милый и лопоухий день. Лопоухий день – это тоже эпитет. Следующее задание. Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является олицетворение. Он поставил большой черный футляр на мокрый асфальт и прислонил его к стене дома. Скрипка плакала и смеялась. Она летала по небу и устало брела по земле. Она пробегает мимо легко и свободно, словно никто не стоит под окнами и не ждет ее. Она уводила его от нудного дождя, от недоступной скрипки, от холодной Дианы. Все окна как бы умолкли и погасли. Олицетворение встречается в предложениях под номером 2 и 5. Скрипка плакала и смеялась. И окна умолкли и погасли. И следующее задание. Найти сравнение в предложениях, предлагая вам выполнить самостоятельно. Они то бегают, им тепло, а она руками по бокам колотит, на одном месте прыгает, как нахохлившийся воробушек. А домой не идет, пусть и двое в тишине занимаются. Сердце у меня за нее болит. Они сами такие люди, которые за себя не попросят, никаких бумажек собирать не станут. И обязательно начинают повторять одно и то же, как попугая. И зимой в лютый мороз с ними до темноты гуляет. Найдите, пожалуйста, предложения с союзами как, и вы сразу же увидите сравнение. В предложениях 1 и 4, как нахохлившийся воробушек, и сравнение как попугая. И последнее задание. Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является фразеологизм. И также я вам предлагаю выполнить это задание самостоятельно. Прочитайте предложение и найдите фразеологизм. Давайте посмотрим, правильно ли справились с этим заданием. Вы должны были выписать цифры 1 и 3. Фразеологизмы «от нечего делать» и «лезли под руку». Таким образом, мы с вами проработали седьмое задание основного государственного экзамена. И сейчас я вас попрошу выполнить следующее домашнее задание. Вы повторяете теоретический материал, учите виды тропов и решаете задание номер 7 на образовательном портале решу.ог. Спасибо за внимание. Конечно же, удачи на экзамене. До свидания. Здравствуйте, ребята. Тема сегодняшнего урока – «Место России в мире». На сегодняшнем занятии мы должны с вами определить позиции Российской Федерации в мировом сообществе. Вначале давайте с вами вспомним особенности природы, населения и хозяйственной деятельности человека, поскольку они играют важное значение в специализации страны. Напомню вам, что Россия – это государство, расположенное одновременно в двух частях света – в Восточной Европе и Северной Азии. Площадь государства составляет 17,1 миллионов километров квадратных. Она занимает 11% площади суши. По этому показателю Россия находится на первом месте в мире, опережая такие государства, как Канада, Соединенные Штаты Америки, Китай, Бразилия и другие. Также следует отметить, что Россия является чемпионом мира по количеству государств-соседей. Она граничит с 18 государствами мира, 16 из которых являются сухопутными соседями, и лишь два соседа – Япония и Соединенные Штаты Америки – имеют исключительно морские границы. Давайте с вами обратимся к карте Российской Федерации и вспомним соседей государства. На западе Российская Федерация граничит с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной. На юге Российская Федерация граничит с Абхазией, Южной Осетией, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном. Кстати, следует отметить, что с Казахстаном Российская Федерация имеет самую протяженную государственную границу – Китаем, Монголией и КНДР. На востоке Российская Федерация граничит с Соединенными Штатами Америки и Японией исключительно по морю. Общая протяженность границ Российской Федерации составляет 60 900 километров, из которых 38 000 – это водные границы России и более 21 000 – это морские границы России. Огромная площадь, а также большая протяженность государства с запада на восток – около 10 000 километров – определяют огромное разнообразие природных условий страны. Давайте теперь обратимся и вспомним некоторые особенности населения Российской Федерации. На 1 января 2020 года численность населения Российской Федерации составляет свыше 146 миллионов человек. По этому показателю Россия занимает девятое место в мире. Необходимо отметить, что население страны размещается по территории крайне неравномерно. Этому есть разные причины – природные, исторические и социально-экономические. Также следует отметить, что Российская Федерация является многонациональным государством. На ее территории проживают представители свыше 160 национальностей. Такое разнообразие национального состава, конечно, сказывается на ее социокультурном и социально-экономическом развитии. Таким образом, следует сделать вывод, что Российская Федерация обладает огромным территориальным и трудовым потенциалом. Напомню вам, ребята, что такое потенциал. Потенциал с латинского языка означает совокупность средств и возможностей, необходимых для реализации цели. А теперь давайте с вами вспомним об особенностях природно-ресурсного потенциала территории России. В первую очередь следует сказать и напомнить вам, что Россия обладает крупнейшими в мире разведанными запасами природного газа. А также Российская Федерация занимает второе место в мире по объемам добываемой нефти. Если мы с вами обратимся на карту, то заметим, что крупнейшие нефтяные и газовые месторождения размещаются на территории Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Также следует отметить, что Россия в мире занимает шестое место по добыче каменного угля. Основные месторождения каменного угля расположены на территории Западной Сибири, Восточной Сибири, Республики Коми и Дальнего Востока. Также, говоря о природно-ресурсном потенциале, обязательно следует отметить биологические и водные запасы страны. Напомню вам, что Россия находится на первом месте в мире по площади лесов, а также занимает второе место в мире по запасам пресной воды и гидроэнергии, а также на третьем месте в мире по площади пашни. Разнообразие природных ресурсов и условий, особенности населения оказывают влияние на организацию хозяйства страны. Напомню вам, что народное хозяйство или экономика страны – это исторически сложившаяся на определенной территории совокупность предприятий и учреждений, основанная на географическом разделении труда. Современная экономика ведет начало с 1991 года, с распада Советского Союза и образования независимого российского государства. С началом 90-х годов в экономике России произошел отказ от плановой системы в пользу рыночной экономики. В отраслевой структуре экономики также произошел большой разрыв промышленности между добывающими и обрабатывающими отраслями. В структуре мирового топливно-энергетического комплекса Российская Федерация занимает третье-пятое места. Также она занимает лидирующие позиции в горнодобывающей, металлургической и химической промышленности. В сельском хозяйстве, а конкретно в растениеводстве, Россия входит в первую пятерку государств по сбору зерновых культур, а также картофеля и сахарной свеклы. А также наблюдается отставание страны от ведущих стран мира в животноводстве. В настоящее время экономика Российской Федерации занимает шестое место в мире по объему валового внутреннего продукта, по паритету покупательной способности. Продолжая разговор об экономике страны, давайте коснемся одной из форм внешнеэкономических отношений, а именно международной торговли. Ключевыми понятиями международной торговли являются понятия экспорта и импорта. Я напомню вам, ребята, что экспорт – это вывоз товара за пределы страны, а импорт – это ввоз товара в страну. В структуре экспорта и импорта отмечается активный торговый баланс. В мировой экономике Россия представлена в основном как экспортер сырья. В общей стоимости экспорта доля мировых продуктов, а именно нефти, нефтепродуктов, каменного угля, железной руды, природного газа составляет 64%, доля металлов составляет 9%. Также Российская Федерация экспортирует продукцию сельского хозяйства, зерно, подсолнечник, мясо птицы, бытовую химию, удобрения, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. В импорте Российской Федерации первое место занимают машины и оборудование. Также наше государство импортирует химическую продукцию, текстиль, продовольствие, рыбу, овощи, фрукты, мясо. Главными торговыми партнерами России являются Китай, Германия, Италия, Нидерланды, Казахстан, Республика Беларусь. Таким образом, следует отметить, что Россия является постоянным участником внешней торговли, расширяя свое влияние в мире. В завершение нашего с вами урока следует также остановиться на проблемах и перспективах развития страны. Для отдельных регионов нашего государства характерна суровость климата, которая объясняется целым рядом причин, географическим положением, а именно размещением в холодных климатических поясах, а также влиянием Северного Ледовитого океана и большой протяженностью государства с запада на восток. Также имеет место проблема исчерпаемости природных ресурсов и целый ряд экологических проблем. Среди демографических проблем Российской Федерации следует отметить естественную убыль населения, а также неравномерное размещение населения страны по территории и сокращение численности трудовых ресурсов. К экономическим проблемам следует отнести топливно-сырьевой уклон экономики Российской Федерации, низкий уровень ее конкурентноспособности, а также отставанию по развитию высокотехнологических производств. Для развития экономики необходимо поддержание баланса между добывающими и обрабатывающими отраслями. Требуется интенсификация производства, его наукоемкость, развитие техники и эффективных технологий, комплексное развитие региона. Очевидно, что современный многополярный мир невозможен без участия России. Доказательством этого является то, что Российская Федерация является членом целого ряда международных организаций и экономических союзов, таких как Всемирная торговая организация ВТО, Совет Европы, БРИКС, Евразийский экономический союз, Таможенный союз, Содружество независимых государств и целый ряд других. Сегодня на уроке, уважаемые ребята, мы с вами дали оценку положения Российской Федерации среди мировых держав и пришли к выводу о колоссальном потенциале нашего государства. У России есть будущее. Идея нашей страны заключается в словах Виктора Бокова. Откуда начинается Россия? С Курил, с Камчатки или с Командор? О чем грустят глаза ее степные, над камышами всех ее озер? Россия начинается с пристрастия к труду, к терпению, к правде, к доброте. Вот в чем ее звезда. Она прекрасна, она горит и светит в темноте. Отсюда все дела ее большие, ее неповторимая судьба. И если ты причастен к ней, Россия не с гор берет начало, а с тебя. Урок окончен. До свидания. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники. Сегодня мы с вами продолжаем рассматривать материал, и в частности по физике. И в частности мы с вами будем приступать к обобщению материала. Сегодня рассматриваем тему законы динамики. И прежде чем мы с вами рассмотрим материал, нам необходимо вспомнить теорию. Давайте ее вспомним. В основе законов динамики у нас лежат законы Ньютона. Законов Ньютона у нас три. Первый закон Ньютона, по-другому у нас называется закон инерции, звучит следующим образом. Всякое тело находится в состоянии покоя или движется равномерно и прямолинейно, если на него не действуют другие тела или действия этих тел компенсируют друг друга. Второй закон гласит, что при взаимодействии тела с другими телами ускорение его движения прямо пропорционально действующей силе и обратно пропорционально массе тела. Обращаю ваше внимание о том, что ускорение и сила, они сонаправлены. Третий закон нам говорит о том, что тела действуют друг на друга силами, направлены вдоль одной прямой, равными по модулю и противоположными по направлению. И, конечно, когда мы с вами рассматриваем динамику, мы не можем не говорить о силах. С какими силами мы с вами сталкивались вообще в курсе физики? С силой тяжести, с весом тела, с силой всемирного тяготения, с силой упругости и силой трения. Вы на слайде видите непосредственно, как обозначается и по каким формулам определяются данные силы. Однако я хочу остановиться на такой силе, как вес тела. Что же такое вес тела? Вес тела – это сила, действующая на опору или подвес. Рассмотрим мы с вами такой случай, когда мальчик находится в лифте. Что с ним произойдет, если лифт начнет двигаться вверх? На мальчика действует сила тяжести. Ребята, вспоминаем, что сила тяжести, она всегда направлена вниз. Лифт движется вверх. Следовательно, у нас ускорение, оно будет направлено вверх. Оно у нас, в частности, показано. Следовательно, мальчик будет испытывать перегрузку. И непосредственно вес тела, он будет больше силы тяжести. И формула у нас следующая. Вес тела равен МЖ плюс МА. Второй случай. Если лифт будет двигаться с ускорением, направленным вниз. В этом случае у нас вес тела будет уменьшаться. Вес тела будет меньше силы тяжести. И здесь будет знак минус. Очень интересный случай, когда у нас лифт падает. То есть, человек, который находится в лифте, он будет испытывать невесомость. Ускорение свободного падения будет равно самому ускорению. И тогда вес тела будет равен нулю. Итак, теорию мы с вами сейчас повторили. И приступаем к решению задач. Первая задача у нас такая. Два бруска массами 1,3 кг, связанные легкой нерастяжимой нитью, находятся на гладкой горизонтальной плоскости. К ним приложены силы в 2 и 10 ньютонов. Найдите модуль ускорения системы этих тел. И ответы запишите в метрах в секунду в квадрате. Рисунок у вас на слайде есть. Конечно, мы с вами сейчас должны вспомнить алгоритм решения задач. Начинаем мы с того, что записываем дано. Записали то, что нам известно по условию заданий. Также записали, что нам нужно найти. Находим мы с вами модуль ускорения системы этих тел. При решении мы с вами должны вспомнить, прежде всего, второй закон ньютона. Записали формулу, что ускорение прямо пропорционально силе и обратно пропорционально массе тела. Так как у нас система тел, и нам нужно будет найти данное ускорение, то мы с вами массы просуммируем. Но к этим массам приложены силы, и направлены они в противоположные стороны. А у нас в формуле одна сила. То есть, следовательно, мы с вами рассматриваем не одну какую-то силу, а равнодействующую силу. И для этого мы ее с вами найдем. Как найти равнодействующую? Мы смотрим, какая сила у нас больше, и от нее мы отнимаем меньшую силу. Итак, по условию задачи мы видим, что F2 больше, чем F1. Поэтому мы с вами записали данную формулу. Подставили численные значения аккуратно и нашли силу. Также то же самое мы делаем для массы. После того, как мы нашли силу и массу, мы подставляем самую первую формулу для того, чтобы найти ускорение. Подставили численные значения. 8 Н разделить на 4 Н, мы с вами получили 2 метра в секунду в квадрате. И это у нас мы нашли модуль ускорения системы этих тел. Далее мы с вами продолжаем решать задачу. Задача 2. Мальчик стоит на напольных весах в лифте. Лифт начинает движение с ускорением 1 метр в секунду в квадрате. Что покажут весы в этот момент времени, если в покоящемся лифте они показывают 40 килограмм? Ответ запишите в килограммах. Прежде чем мы с вами приступаем, мы рассматриваем или представляем себе рисунок. Мальчик находится на напольных весах в лифте. На мальчика действует сила тяжести, которая направлена вниз. А также у нас ускорение, лифт движется вверх, ускорение направлено вверх. И нам для начала мы с вами находим вес тела. То есть на мальчика мальчик испытывает перегрузку. Мы с вами это все должны записать. Записываем дано. Аккуратно переписываем непосредственно данные из условия. И находим M1. Далее записали формулу в векторной форме для нахождения веса при перегрузке. Далее подставляем мы скалярно. Мы видим о том, что у нас, так как направлен лифт вверх, у нас при перегрузке вес тела будет находиться по формуле M. Скобочку мы открываем G плюс A. Напомню о том, что у нас G это коэффициент свободного падения. Мы его берем 10 метров в секунду в квадрате. И в кимах в ОГЭ по физике также используется данная величина. Запомните, ускорение свободного падения 10 метров в секунду в квадрате. Подставили численные значения, получили, что вес тела равен 440 ньютон. Дальше нам все-таки спрашивают, что покажут весы в момент времени, когда непосредственно лифт начинает двигаться вверх. Для того, чтобы найти эту массу, нам необходимо вес разделить на ускорение свободного падения. Разделили. Получили то, что у нас масса тела 44 килограмма. То есть мы видим о том, что когда лифт движется вверх, масса мальчика увеличивается. Увеличилась на 4 килограмма. Переходим к следующей задаче. Деревянную коробку массой 10 килограмм равномерно прямолинейно тянут по горизонтальной деревянной доске с помощью горизонтальной пружины жесткостью 200 ньютон на метр. Удлинение пружины составляет 0,2 метра, чему равен коэффициент трения коробки по доске. Мы с вами непосредственно работаем по тому же принципу или алгоритму. Записываем, что нам известно. Нам известна масса. Известен также у нас коэффициент жесткости, жесткость пружины. И нам дана удлинение пружины и ускорение свободного падения. Необходимо найти нам коэффициент трения коробки по доске. Мы себе представляем о том, что у нас стоит коробка. Коробку тянут. На коробку действуют у нас в данном случае две силы. То есть у нас действует сила трения и сила упругости. Сила трения находится по формуле μn, где n это у нас сила реакции опоры или сила нормального давления. Напоминаю о том, что она находится по той же формуле, что и сила тяжести, то есть по формуле mg. То есть для того, чтобы найти силу трения, нам необходимо μmg перемножить. Далее, для того, чтобы найти силу упругости, нам необходимо вспомнить закон Гука. И мы записываем k, умноженное на δx. Далее мы с вами видим о том, что у нас левые части равны, следовательно, мы можем приравнять с вами правые части. Приравниваем. И отсюда мы с вами выражаем коэффициент трения μ. Мы получаем то, что k δx мы делим на mg. Поставив численные значения, мы с вами получили коэффициент трения 0,4. Ребята, обращаю внимание на то, что коэффициент трения – это безразмерная величина. Движемся дальше. Через неподвижный и легкий блок перекинута невесомая нерастяжимая нить, к концам которой подвешены два груза массами 1 и 3 кг. Пренебрегая трением, найдите силу натяжения нити при движении грузов. Ответ запишите в ньютонах. У нас представлен вот этот рисунок. Мы с вами его перечерчиваем в тетрадь. И, конечно, мы должны с вами обозначить, какие силы действуют на данные грузики. Итак, на грузы у нас обязательно действует сила тяжести. Мы ее обозначаем, подписываем для двух грузов. Также у нас противоположно направлена непосредственно сила для натяжения нити. Если у нас, так как у нас масса 1 больше массы 2, то правый груз будет двигаться вверх, а левый будет, соответственно, двигаться вниз. И ускорение у нас, соответственно, будет вверх и вниз. Для того, чтобы мы с вами решили данную задачу, нам необходимо записать второй закон ньютона в векторной форме. Сначала мы записываем для первого груза M1G1G плюс сила натяжения нити равно M1A. И для второго груза M2G плюс T равно M2A. Проекция на вертикальную ось Y мы с вами должны также сделать. То есть мы учитываем направление, куда направлены силы. Так как у нас ось Y направлена вниз, также у нас вниз направлены силы тяжести, следовательно, они будут со знаком плюс. Мы записываем для первого груза первое уравнение M1G минус, так как у нас сила натяжения направлена в противоположную сторону направления оси Y. Минус T равно минус M1A. Также мы записываем для второго груза. M2G минус T минус равно M2A. Далее вам необходимо для того, чтобы решить задачу, первое уравнение умножить на M2, второе уравнение умножить на M1. После этого мы складываем полученные уравнения. И получили следующее. 2M1M2 умноженное на G минус T, скобочку открываем, M1 плюс M2. Это все равно нулю. Из этого полученного уравнения мы с вами выражаем силу натяжения нити. Выразили и подставили численные значения. Мы получили то, что сила натяжения нити равна 15 ньютон. Итак, ребята, наш урок подходит к завершению. И записываем домашнее задание. Параграф 7-12 повторить. Повторить основные понятия и формулы. Также предлагаю вам выполнить задание из открытого банка заданий ОГЭ, который предоставляет нам Федеральный институт педагогических измерений. Ребята, желаю вам удачи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова